МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстанские птицеводы просят помощи у государства. Засилие серого импорта и недостаточная поддержка плохо сказываются на всей отрасли. О своих проблемах производители напрямую рассказали министру сельского хозяйства, который с рабочим визитом посетил птицеводческие предприятия Акмолинской области. Окрачка предположительно американского происхождения. Соответственно, если вы их положите и растопите, то где-то процентов 20-30 это будет вода. Так называемое инжектирование, то есть наканчивание птицей водой, широко используется зарубежными производителями. Это, как оказалось, бьет по карману казахстанского потребителя. Ведь зачастую приходится платить не за куриное мясо, а за воду. Да и качество заморских окорочков порой оставляет желать лучшего. Отечественные птицеводы в один голос утверждают, что нужно в корне менять ситуацию. Завоевать полностью казахстанский рынок отечественным производителям сложно. Сказывается нехватка производственных мощностей. Местные птицефабрики сегодня обеспечивают рынок лишь наполовину. Выправить ситуацию, по мнению птицеводов, поможет дальнейшее субсидирование отраслей и усиление борьбы с серым импортом. Предположения и замечания птицеводов в Минсельхозе выслушали и пообещали разобраться в них. Глава ведомства ответил, что решать задачу будет в тесном сотрудничестве с производителями. Рассказали птицеводы и о ситуации в яичной отрасли. Здесь она намного лучше. Сегодня отечественные производители полностью обеспечивают продукции местный рынок. Более того, Казахстан экспортирует яйца в Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан. План их зайти на китайский рынок. В этом вопросе птицеводы также надеются на поддержку Минсельхоза. На данный момент в Поднебесной действует запрет на импорт казахстанских яиц. О глобализации к прагматизму. Мировая экономика стремительно меняет архитектуру, что оказывает влияние на все страны, вовлеченные в процесс глобализации. Об этом в Ламаты говорили участники пятого саммита топ-менеджеров финансового блока. По словам экспертов, сегодня экономика глобального мира в основном базируется на собственных интересах. Таким образом, международные практики, правила и рекомендации утрачивают свою значимость и интерес, если не отвечают на вопросы внутренней политики отдельного государства. Поэтому для эффективного экономического роста необходимы индивидуальные программы развития. Говоря в целом об экономическом развитии Казахстана, эксперты сходятся во мнении, что наша страна имеет все возможности для стабильного роста. Благоприятный климат на сырьевых рынках, по словам экономистов, сохранится еще в течение нескольких лет, с учетом того, что экономика носит цикличный характер. Казахстану следует использовать возможности и ресурсы для того, чтобы в будущем быть готовым к любым сценариям развития. Надо вкладывать людей, надо вкладывать в образование, надо вкладывать в переподготовку людей. 20-30 это будет пик эпохи эры, эры и нефти, а потом уже мы будем видеть закат ее там. Мы видим, что сейчас новая нефть, как ее называют, новая нефть, мировая экономика, это информация. Кто умеет быстрее обрабатывать информацию, быстрее принимать оптимальные решения, тот и выживет будущей экономики. Поэтому к этому нам надо готовиться. Главный инспектор Побретской области провел личный прием граждан. Со своими вопросами на прием пришли 10 человек. Некоторые решались на месте, а те, что требуют детального изучения, помощник главы государства взял на личный контроль. Нехватка рабочих мест – еще одна проблема Дорогочинского района. Регион в списке территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Все, что касается этой тематики, на особом контроле администрации президента. Человек хочет организовать музей. Это же прекрасно, когда есть такие энтузиасты, которые двигают это направление. Поэтому давно надо было на него обратить внимание, чем-то помочь. Может быть, даже с точки зрения насыщения или тех же площадей этого сделано не было. А какие-то непонятные оправдания. Человек, который хочет построить магазин. Ну, в Дорогичине не так много такого рода пунктов общественного питания. И до сих пор, это с 15-го года, он ходит и не может решить вопрос. Ну, это, конечно, ужас. С такими людьми, я имею в виду, со специалистами, надо разбираться. Фермеры Армении решают непростую задачу. 80% сельхозтехники страны непригодны к работе. Для старых тракторов уже не найти запчастей. А на новые машины нет средств. На тракторе, на котором сель еще в советские времена, в селе Ивана Шен пашут и сейчас. Машине больше полувека она разваливается, механизм проржавел. Пол в кабинке вот-вот станет дырявым. Похожая ситуация во многих селах Армении. По статистике, лишь 20% сельхозтехники в хорошем состоянии. Правительство запустило программу для сельчан. Им помогут заменить машины на выгодных условиях. Для тех, кому даже такие условия не по карману, государство тоже нашло выход. В стране уже этим летом появится машина тракторной станции, где технику можно будет арендовать. Первая машина тракторная станция была открыта в Гагакурнийской области. До конца года еще несколько подобных появятся и в других районах Армении. Лизинг фермерам предоставляется по 9% годовых. Из них лишь 2% выплачивает фермер. Остальное – субсидии. Начало мониторинга цен на значимые товары. Проверяющие посещают торговые сети по всей стране. И данные по каждой торговой позиции заносят в специальный документ. По итогам месяца специалисты проанализируют цены. В случае неоправданного повышения будут применять меры. Выяснить причину и устранить предпосылки необоснованных подорожаний – требования президента Белоруссии. В минувшем году Белоруссии удалось достичь рекордной низкой инфляции – 4,5%. При этом молоко и молочные продукты подорожали более чем на 10%. Если рост цен на молочную продукцию будет повышать уровень инфляции, ведомстве не исключают введение так называемого «ручного управления ценообразованием». В целом, ситуация на рынке. В профильном ведомстве называют контролируемой. Есть и положительные тенденции. Так, с начала года подешевели некоторые виды сыров и кисломолочных продукции. Работаем не только с торговлей, но и с поставщиками. По молоку рост цен произошел в связи с ростом отпускных цен производителей молока. Торговое предприятие применяет единую торговую надбавку на молоко разных производителей. Например, на молочную продукцию, вот мы сегодня мониторим данный магазин, мы видели, применяется надбавка от 8 до 11%. Объем экспорта оружия из России составил в 2017 году более 15 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. Путин заверил, что Россия продолжит военно-техническое сотрудничество со всеми заинтересованными странами. При этом он подчеркнул, что российские власти никогда не ставят коммерческую выгоду выше интересов глобальной безопасности. Сейчас больше ста государств сотрудничают с Москвой в военно-технической сфере. В 2017 году объем подписанных контрактов вырос вдвое и превысил 16 миллиардов долларов. Выступая ранее на коллегии ФСБ, Путин отметил, что Федеральная служба безопасности сумела обеспечить эффективную защиту процесса разработки новейших систем вооружений, о которых было рассказано во время послания президента Федеральному собранию. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзор разрешила ввоз из Турции гранатов, баклажанов, перца и других овощей, сообщается на сайте ведомства. Ограничения сняты в связи с тем, что за время поставок этой продукции с нескольких турецких предприятий, которые подтвердили безопасность продукции, сельхознадзору. Случаев ввоза карантинных объектов выявлено не было, за исключением одного в кабачках. Запрет на поставки овощей семейства тыквенных из Турции действовал почти два года, с марта 2016. Поводом для ограничений стало низкое качество продукции. Кроме того, ряд турецких продуктов попал под санкции после того, как военно-воздушные силы Турции сбили российский бомбардировщик. Ранее сельхознадзор снял ограничения на ввоз из США и Канады живой птицы и мяса птицы. Джинсы Льювиса Бурбон, Евросоюз переходит в наступление. По словам еврокомиссара по вопросам торговли, именно на эти типичные американские товары Брюссель ведет таможенные пошлины, если Вашингтон повысит тарифы на европейские металлы. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении помочь отечественному производству стали и алюминия и пообещал повысить сборы на импортах этих металлов из Евросоюза на 25 и 10 процентов соответственно. Американский лидер позже добавил, что вообще торговые войны – это прекрасно. Похоже, Вашингтон и Брюссель действительно вышли на тропу войны. По крайней мере, на уровне словесных угроз. Пока Евросоюз обвиняет Трампа в протекционизме, глава Белого дома пугает партнеров с той стороны Атлантики введением пошлин еще и на европейские автомобили. Ежегодно страны Евросоюза отправляют в США четверть всех произведенных машин. Редкую чашу эпохи китайской династии Цин представили в Гонконге. Как ожидается, на грядущем аукционе Сотбис ее продадут более чем за 25 миллионов долларов. Для китайского фарфора это будет рекордом. Чаша покрыта эмалью. Ее создали при дворе императора Кан Си, который правил с 1661 по 1722 год. Чаша станет центральным лотом весенних торгов предметами китайского искусства в Гонконге. Это будет ее первое появление на публике более чем за 30 лет. Ранее она находилась в частной коллекции. Торги намечены на 3 апреля. На них будут представлены около 300 лотов общей стоимостью более 93 миллионов долларов. Среди них свиток, который оценивают более чем в 6 миллионов. На нем изображены рисунки живописи Цань Овайчена. Называются они благоприятные пейзажи Тайшаня. Другой лот – редкие буддийские сутры. Подобные также можно найти лишь в Тайбековском музее. На что пойдут деньги от аукциона, пока не распространяется. Транспорт с футуристическим обликом скоро появится на дорогах Эмирата Дубай. Пока его только начинают тестировать в столице. Эти беспилотные мобильные капсулы построили в Италии. Сумоуправляемые капсулы работают на электричестве. Энергии хватает на 3 часа. В кабинке 6 мест. Еще четверо пассажиров могут ехать стоя. Капсула весит 1,5 тонны. Во время тестирования автомобильные модули будут двигаться со скоростью 20 км в час. При необходимости капсулы могут соединяться друг с другом, причем даже на ходу. На это нужно 20 секунд. На расстыковочку всего 5. Производитель утверждает, что транспорт безопасен. Он оснащен камерами и системами защиты. В критической ситуации управлять капсулой сможет оператор. Пассажиры будут вызывать автономные модули и оплачивать поездки с помощью мобильного приложения. Почти на все маршруты общественного транспорта в Дубае их планируют вывезти уже к 2030 году. Редактор субтитров А.Семкин